Воскресенье на работу по иностранным сотрудникам, если вы чувствуете, и если не обращается, то конца... Понятные и ясные предложения, которые своей конечной целью ведут паритет в управлении компании и ее развитие независимой российской структуры и так далее. А поскольку смысловых и резонных аргументов нет на самом деле, и на эту тему мы не говорим, то единственной разумной пиар-позиции была попытка позиционировать этот конфликт, просвещенный признанной западной, респектабельной компанией, диких хорд российских олигархов, которые пытались захватить власть, используя грязный метод начала 90-х. Когда и где вы будете хватать иск против людей в России? Мы будем активно принимать участие в управлении компанией. И это, так сказать, и безусловно, то, что они считают, ну как, ну мы бипе, там какие-то там олигархи, там что-то там они там нахватали, ну понятно, сейчас они должны все отдать себе в правильные руки. Это вот совершенно не та ситуация. Мы никому ничего отдавать не будем того, что принадлежит по правонам, в том числе и рычагов управления компанией. Мы просто не садимся в том числе и садимся в том числе и Мы готовы... Но, по-другому, по-другому... ...какуюarchade... ...сосстанавливает девушку. По-другому, по-другому... ...потом, потом... ...потом... Я не думаю, что для имиджа российского бизнеса плохо, если российский бизнес пытается цивилизованным образом решить противоречия, которые существуют в одной из крупнейших российских компаний. Я не думаю, что это плохо. Я считаю, что такие споры между акционерами существуют в любой стране и существуют в любой юрисдикции. Это совершенно нормальная практика. Это отдельная компания. А вот даже соглашение акционеров был сформулирован такой принцип «Armflang», то есть на вытянутой рынке. Продолжение следует... Продолжение следует...